Продолжение следует... В 2015 году мы впервые приняли такие законы республики, как о государственном гимне республики Хакасии, о порядке согласования представления генерального прокурора Российской Федерации о назначении на должность прокурора республики Хакасии, о запрете на розничную продажу слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории республики Хакасии. Большое внимание в 2015 году уделено поддержке предпринимательства. Введены двухлетние налоговые каникулы новичкам, льготная патентная система по 16 видам бизнеса, пониженные ставки по упрощенной системе налогообложения для остальных. Разумеется, огромная работа проведена в части ликвидации последствий пожаров. Не секрет, год был непростой и связан он был еще и с теми трагическими событиями, которые произошли в апреле прошлого года. И поэтому совершенно не случайно нужно было решать оперативно целый блок вопросов, связанных с урегулированием отведения земельных участков для строительства жилья погорельцев, определение юридического статуса того имущества, которое было утеряно ими. И поэтому нам нужно было фактически с колес принимать целый блок именно законов. Минувшей осенью Верховный Совет поддержал инициативу о дополнительной поддержке детей, потерявших кого-либо из родителей на пожарах. Решено обеспечить бесплатное обучение в любом вузе страны. Примечательно, что республика после трагедии восстанавливалась буквально всем миром. И Верховный Совет практически полным составом принимал участие в субботниках по ликвидации последствий пожаров. Депутаты помогали пострадавшим консультациями по срочному решению непредвиденных вопросов. Аппарат Верховного Совета обеспечивал и гуманитарную помощь. Активнейшим образом работали. Это величайшая была обеда. Вот у нас пострадало столько, столько же, сколько в Российской Федерации в остальных территориях 86 субъектов. Представляете? И мы крокодиловые слезы не стали лить, а мы упорно сделали все. И по сути в этом году, даст Бог, завершим ликвидацию последствий пожаров прошлого года. Не стоит забывать об еще одной важной функции парламента. Функции контроля. Депутаты традиционно заслушивают отчеты правительства по самым острым темам. В частности, о том, насколько успешно реализуется программа предоставления жилья сиротам, о планах властей республики в решении проблем здравоохранения, развитии моногородов. Разумеется, о ходе восстановления жилья после пожаров. Все признают, 15-й год был таким же разнообразным, как и сложным. Что важно, несмотря на сложности, направленность бюджета республики осталась прежней. Очень трудно было социальному блоку. Социальному блоку в каком плане было трудно? Все же мы взяли на себя в республике такие гарантии для этих людей по очень многим направлениям и положениям. И получился наш бюджет на 2015 год почти 70% состоял только из социальной помощи населению. Видите, это много или мало, это можно сравнивать 3-4 года тому назад. Наш бюджет составлял в пределах 12 миллиардов, сегодня он 25 миллиардов. Вот если 70% сравнить, то пятилетней давности полностью бюджет идет социальных расходов. Самая главная наша цель, о чем сказал Штыгашев Владимир Николаевич, это чтобы наши люди, жители республики Хакаси, жили чуточку лучше и видели вокруг себя какие-то улучшения в сфере культуры, здравоохранения, в сфере дорог и во всех остальных направлениях. Особенно он часть уделил вопросам, что мы ввели целый ряд льгот налогообложения для предпринимателей. Как отметил в своем докладе Владимир Штыгашев, в целом депутатский корпус в 2015 году сработал на высоком уровне и вполне гармонично.